Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, кстати, на канале Семена Чемоданных. С вами я, Славян. Ребятки, перед началом просмотра я рекомендую каждому из вас подписаться на наш очень уютный телеграм-канальчик. Ссылочка на него будет в описании. Там наша жизнь, так сказать, в моменте. Мы там сразу оперативно все выкладываем. Сегодня выпуск про машину. И, как вы могли заметить по названию, мы едем ее забирать вместе с вами. Поэтому с вас обязательно лайки, комментарии. Нам эта поддержка очень необходима. И погнали. Здесь, конечно, очень хочется рассказать сначала предысторию. Вообще, почему у нас машина на таможне. Кто впервые пал канал. В октябре мы подались на ВНЖ. Все выпуски можете посмотреть на канале. И у нас был отказ. Мы поставили ее на таможню в январе месяце и улетели на Шри-Ланку. По приезду со Шри-Ланки мы подались на ВНЖ. Так как нас запустили по программе Shuttle Girish, по-моему, она называет. Когда ты в течение 10 дней должен обязательно податься на ВНЖ. Мы этого не просили, но они сами это сделали, чтобы мы заехали. Когда мы заехали, погуляли по Стамбулу, прилетели в Анталию, мы съездили на таможнюю машину, продлили. Это было обязательно. То есть она 3 месяца простояла. Мы прилетели из Шри-Ланки и продлили еще на 3 месяца. Как оказалось потом, что второй раз продлить еще на 3 месяца будет совершенно невозможно. Это мы узнали в предыдущем видеоролике. Ну что вам рассказать? Вот, сейчас девчонки тут общаются, общаются. Все подрастроились. Но сохраняю интригу, потому что, потому что, потому. Потерпите маленько, сейчас все расскажу. Весь дебилизм и геморрой, связанный с ВНЖ, мы рассказали в предыдущем видеоролике. Тоже его обязательно посмотрите. Там куча изменений. Ну и смысл в том, что нас просто загнали в замкнутый круг, где мы ничего не можем делать. В Гетче нам говорят, извините, мы вас сюда с машиной не звали. На таможне говорит, мы вам ее продлить не можем. Вывозите. И вот, собственно, в этом выпуске мы с вами едем на таможню для того, чтобы забирать. В предыдущем выпуске мы не стали все это выкладывать и не стали мешать стрессовые моменты с ВНЖ и стрессовый момент с машиной. Мне кажется, что и так достаточно, поэтому мы их разделили. В общем, ребятки, берем вас с собой и теперь едем. Всю предысторию я вам рассказал. Должно быть понятно и пазл должен сойтись. Мы поменяли машину, поменяли водителя и снова едем на таможню. Слава просто любит личных водителей, личных водителей дронов брать с собой. Да. На самом деле просто там был обед. Мы все, что хотели узнать, мы узнали. Вот сейчас, вот сейчас едем забирать. Скоро узнаем истину. Сейчас вам все расскажу, как и что. Еще немножечко терпения. Что же, ребята, как мы и обещали, вместе с нашими зрителями, кто донатил нам для забора машины. Да, сынок, мы сейчас вот на таможню доехали. Идем забирать. Сейчас еще пару моментов стрессовых пройду. Посмотрю, сколько денег нам все-таки... Не-не-не, Мироша! Сколько денег нам закинут, значит, за парковку. Возможно, что-то еще всплывет. Сейчас вместе с вами иду и буду все это дело выяснять. А потом отправимся уже забирать машину. Опять-таки, если сейчас все пойдет так, как нам объясняли, до обеда. Держим кулачки, не переключаемся. Капец, как переживаем. У меня аж он руки потряхивает, потому что все равно. Это очень ответственный момент. В общем, пойдемте, ребята. Сейчас я вам все расскажу, а пока иду делать копии. Сделал оплату 8900 лир. Дали, короче, документы. Теперь на парковку. Прочно. Все, ребятки, долгожданную печать мы получили в Настенкин паспорт, так как машина... Чуть позже я об этом расскажу. Аж у меня это... В общем, сейчас давайте переживем после всех этих стрессовых моментов позитивный момент в плане забирания машины отправимся за нашими детьми. Их тоже порадуем. А позже, чуть-чуть, прям чуть-чуть-чуть попозже я вам все расскажу. Погнали на парковку. Она здесь буквально в 100 метрах. Попадаем на территорию. Нужно подписать документы. Настенка, пошли. Давай-давай-давай, выходим, Мирошка. Пойдем. Пойдем-пойдем-пойдем. Ну, машину пока он так... Сейчас я его насос сразу возьму. Так, у нас колесо спущено. Не, рюкзак не надо. Потом заберем. Опа. Живя за границей, постоянно сталкиваешься с различными трудностями, например, с транспортом. Ведь не знаешь языка. Плюс компании, которые этим занимаются, ты тоже не знаешь. Отсюда все трудности возникают. Я уже молчу про запуск бизнеса, который требует разных логистических решений. В России, например, вопросов таких никогда не возникало. Когда у нас набирал активно обороты наш интернет-магазин мебельный, мы всегда работали с ПЭКом. Ведь доставки были у нас не только по Москве и Московской области, а также по всей России и странам СНГ. ПЭК – мультисервисный оператор логистических услуг и эксперт в сфере грузоперевозок в России и за рубежом. Филиальная сеть ПЭК насчитывает множество отделений в России и за рубежом. Поверьте мне, эти ребята доставят груз туда, куда другие не возят. Да и сейчас, когда нам нужно срочно отправить какой-то груз, мы всегда отбращаемся к ПЭКу. Во-первых, очень удобная система отслеживания онлайн. Если у вас нет возможности доставить груз до терминала, то у ПЭКа есть услуга – забор и доставка груза день в день, выходные и праздники. ПЭК – это надежность перевозки. Я помню, как после получения кровати нам клиент написал, что, мол, кровать пришла поврежденная. Мы долго с ним обсуждали все моменты, как он получал. В итоге я обратился в ПЭК, ведь именно они доставляли данную кроватку. И путем видеонаблюдения выяснилось, что клиент получил свою кровать абсолютно целую, а повредил он ее уже где-то там, наверное, в подъезде, когда я ее уже поднимал самостоятельно. Конечно, огромный плюс – это страхование груза. И даже если бы в той ситуации виноват был бы ПЭК, то они полностью бы возместили цену данной кровати. Кстати, получение груза стало гораздо удобнее. Теперь груз получить можно просто при помощи СМС. А еще в компании постоянно действуют различные акции и программа лояльности. И это также важно, если вы являетесь постоянным клиентом. В общем, ПЭК – это быстро, надежно, комфортно. А если вы никогда не пользовались услугами транспортной компании ПЭК, то я рекомендую вам это сделать. В описании к этому видеоролику я оставил ссылочку. Переходите и пользуйтесь услугами надежной компании. А тем более ПЭК доставляет грузы не только по России, а еще и в страны СНГ, Китай и Турцию. Ну все, документы подписаны. Настенка с Мирошкой двигается. С нами идет таможенник. Он будет, естественно, прикуривать сейчас нам автомобиль. Блин, вы не представляете, как я рад. Мы сейчас с собой, вот видите, насос несем. Потому что колесо одно пустое полностью. Через три месяца было половинку. Ну, а теперь, фух, а теперь вообще пустое. Ай-яй-яй, вот она красавица наша. Вы только посмотрите, ребята. Опа, открылась сразу сходу. Опа. Вай-вай. Вот это жара здесь. Вот это здесь Африка. Фух. Ой, резинки все, короче, прикипели прям так. Ну, как я и говорил, видите, колесо село на мель. Сейчас заведем сначала. Дима, даже в такой момент ты с нами, понимаешь? Ну, как я не мог в такой момент с вами? Да. Чкуруск. Ну что, все, пробуем. Первый запуск. Ой-ой-ой, блин, какие они молодцы, что они не переставляли никуда. И что, все было закрыто. Так, лозговушки. Не-е-е-е-е. Вообще сдохший. Короче, зарядки не схватывает. Надо, чтобы Дима подъехал, поэтому мы хотим ее чуть-чуть оттолкнуть. Блин, как мы рады, ребята, вы себе не представляете. Кто впервые видит нашу машину, вот она. Спасибо огромное. Всем, кто разрисовал наши футболки. Поворачивайся. Вот так вот. Спасибо, ребята. На мне то же самое, ребята. Сзади у меня все то же самое. Покажи, Настенка. Вот так вот. Благодаря вам, да? Фу, да, благодаря вам. На вашей поддержке мы не унывали и ждали, когда же мы ее все-таки заберем отсюда, чтобы продолжить наши невероятные путешествия. Надеюсь, сейчас заведется, ребятки. Будем ехать, я буду вам дальше рассказывать, что и как. Так, все у нас, как говорится, происходило. У меня все просто пересохло во рту. Не знаю даже, как говорить, что говорить. Потому что это очень стрессовый день. Голова болит нереально. Разрешили сейчас с Диме сюда заехать, для того, чтобы он прикурил. Потому что просто пускочем не схватывает вообще. Где-то включет. Опа. О, а что это за система? А почему он не держится? Странно. Мы пока пробуем еще раз. Короче, хотел показать. Ручка на солнце. Смотрите, прям расплавилась. Пластик расправился. Прикиньте. Жесть. Как я благодарен им, что они вот это не убрали. Вы представляете, что было сейчас с торпедой бы, если бы она была бы не накрыта, ребята? Вот это задница. И на второй ручке у меня то же самое. Сейчас надо убирать в тень, чтобы оно остывало. И надеюсь, хоть как-то будет лучше. Но опять-таки, это теперь не точно. Да, Мирошка? Пропробуем еще раз. Пропробуем еще раз. Но вообще решили время зря не терять. Пусть пока прикуривается. У нас ничего не получается. Вообще не схватывает. Пока накачаем колесо. Может, минут пять потребуется. И потом уже будем пробовать. Если нет, надо, конечно, будет покупать, походу, дело, новый аккумулятор. Потому что, что делать с этим, хрен его знает. Мы хоть и пока ее не завели. Все еще ждем-ждем, когда она питает аккумулятор. Но, походу, надо новую покупать. Сидим, вот пока кайфуем. Надо кресло, кстати, развернуть, по-другому поставить. Наоборот, как всегда ездили. Короче, не получилось. Почти схватывает, почти схватывает. И все никак вообще. Короче, сейчас будем снимать и куда-нибудь отвозить. Сняли аккумулятор. Вообще, машину открытую оставили. Поедем покупать новый аккумулятор. Короче, пока попадос. Спасибо. Спасибо. Короче, купили мы аккумулятор. В первом магазине нам сказали 3900 за какую-то непонятную. фирму. Мы немножко дальше прокатились. Вот здесь вот. Делают Volkswagen, Audi, Skoda. Ну, короче, ваговский сервис. У них стояли варты прямо на входе. Мы зашли, спросили. 3900. И со скидкой договорились за 3500. Взяли варту на 105 ампер, да? На соточку. На соточку. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, мы успеем. Ну и плюс они, получается, старые забрали. А, они старые забрали, да, еще. Делали скидочку. Да. У нас осталось буквально полчаса, и таможня закроется. Тогда вообще будет полный попадос. Полный попадос. Просто время 16.30. У нас буквально 10-15 минут до закрытия таможни. Представляете? Здесь можно включать такие... Жесть. Надеюсь, успеет. Нам надо его еще поставить, прикрутить и попробовать завести. Ах, уж эти дизеля. Вот. Была бы механика, можно было бы прицепить, толкнуть ее, и все. И еще бензинчик, вообще красота. Ну вот следующий автобус, бери себе механику, бензиновый. Не, они, кстати, все дизельные, как правило. Не, ну хотя бы механика. Вот она, новая варточка. А давай я вот так вот сразу. Ага. Так, ну, надеемся, дело в нем, да? Давай. Ёбушки-боробушки. Сейчас прикинь бац, на бампер тебе ломаю. Давай-давай, отпускай, отпускай. Вот это да. Думаю, достаточно. Фу. Всю жизнь мечтал. Потрогай, она шевелится. А я сейчас все затяну. Да. Да просто, что здесь параллельно. Что-то починить. Отлично, тащи все в голову. Красава. Сейчас. Пробуем. Ну давай, с Богом. Полпинка, понимаешь? И все. Не, моя, я тебя люблю. Вот так вот. Переживали, как за родного. Еее. Еее. Вот все-таки, да? Мы едем. Все-таки, да, как значит аккумулятор. Да, с полпинка. Да? Да. Дрочили, дрочили здесь. Поздравляю. Блин, Дима. Ты на что? Горячий. Горячий. Ребятки, на этом моменте можете нас поздравлять. Наконец-то мы с машиной. И все благодаря вот вам, вашей такой поддержке. Благодаря, конечно, Диме. Что бы мы без него сегодня делали, я не представляю. Закрываем дверь. И попробуем выезжать на них. Господи, машина, как мы тебя любим. Сейчас все проверим, чтобы у нас ничего не оторвалось. Ну, что тут скажешь? Ой, какое пыльное окно. Да, ну-ка, лопнул шланг. Лопнул? Какой? Какой шланг? Делаем первое движение на своей машине, ребята. Мы едем. О-о-о-о, вот это да. Так, надо сейчас главное тормоза, чтобы все работало. И как-то отключить задний дворник. Так, авто. Заехали за арбузом, купили. Короче, еду, расстроился, загорелся чек. Как только начинаешь трогаться, загораются спиральки. Короче, непонятно, что это такое. Но смысл в том, что тачка не тянет. То есть она вроде разгоняется, да, вроде все едет. Но это не то, что должно быть. У меня такое ощущение, как будто турбина отключилась и вообще не работает. Дима уже, наверное, приехал там во двор и детям сказал, что мы на машине. Сейчас, наверное, будут рады. Ой, наверное, будут рады. Что-то Лиза одна, что ли, сидит на балконе, не пойму. Собрались-то. О-о-о, все, пацаны бегут. Машина! Машина! Ну что, Тёма? Привет. Привет. Она пыльная очень, пацаны, вообще грязная. Там грязно, Тёма, пыльно, грязно. Она столько стояла. Ребятки, на этом можно завершать выпуск. Мы конкретно вымотались. Всё, у нас дальше впереди нас ждут новые путешествия, новые приключения. Я единственное, что хочу быстро забраться с машиной, потому что мне не нравится, что не крутит турбина. Что с турбиной случилось, я не знаю. Но опять-таки полгода дизельный двигатель стоит. Это, конечно, будут определенные последствия. И вот они сейчас вылазят. Фу, короче, приключения. На то есть приключения. Это выпуск завершаем. Все остальные подробности будут уже в следующем выпуске, так что обязательно подпишитесь. И путешествуйте вместе с нами. Они не лёгкие, они не вот такие вот. Они отчасти сложные, но тем самым веселее. Ведь мы справляемся и двигаемся дальше. Лайк поставьте, комментарий напишите. На телеграмм наш подпишитесь. Подпишитесь на Дзен, подпишитесь на ВК, подпишитесь на Ютуб, подпишитесь. Пока.